Отчаявшиеся мигранты из Ирака добровольно покидают Европу. Чартерный рейс из Бельгии в Багдад вместил около 110 желающих вырваться из мучительного круга ожиданий и неопределенности. По данным Международной организации по миграции, за прошлый год из королевства на родину вернулись более 4000 мигрантов. Четвертая часть из них это иракцы. Почему же они уезжают туда, откуда всего несколько месяцев назад бежали, потратив огромные суммы денег на опасный путь, выясняла наш собственный корреспондент в Брюсселе Жанат Эрнст. Специальный авиарейс, зафрактованный Международной организацией по миграции для 110 беженцев из Ирака, которые прибыли в Бельгию в прошлом году, по их словам, из-за продолжающегося произвола боевиков на их родине. В основном это люди, которым уже отказано в предоставлении убежища на территории королевства и те, кто успел разочароваться в жилищных условиях, предоставляемых на европейской стороне. Это первый в Европе арендованный чартерный самолет для репатриации граждан Ирака. Добровольное возвращение, а не высылка. Они заплатили за дорогу сюда много денег и думали, что здесь их ждет страна Эльдорадо. С квартирой, автомобилем и пособием в 3000 евро. Но на время проверки и получения документов это складная кровать в казарме или в поле. Они очень разочарованы и хотят уехать. И мы не можем их останавливать. В Бельгии переселенцев из Ирака рассматривают не как беженцев, а как экономических мигрантов. Как правило, это мужчины среднего возраста, без жен и детей. Власти даже стали информировать потенциальных мигрантов через социальные сети о том, что прибытие в королевство не дает им права на получение вида на жительство. Но это не останавливает. И если те, кто еще ждет разрешения своей ситуации, могут давать интервью с открытым лицом, то улетающие не хотят, чтобы их узнавали. Мое имя Саламат Саккар. Я из Ирака. И я жду своей очереди на собеседование уже 50 дней. Я возвращаюсь в свою страну, потому что здесь у нас было плохое обслуживание, плохое питание и плохое жилье. Мы жили в палатках, никто не заботился о нас. И лучше я умру у себя дома от войны и лишенечем останусь здесь. Все, что я хотел, это дождаться собеседования с властями. А оно все откладывается и откладывается. Я устал от ожиданий. Это не то, что я представлял. Некоторые из них уже не вернутся сюда. Но есть и такие, кто летит домой за семьями, чтобы уже в новом качестве, пробравшись через Турцию или Грецию, вновь попытать европейского счастья. Жанна Атерны, Жомар Тахметов, 24КЗ, Бельгия, Брюссель.